Важное дело, вопросы такие, я рад, что пришли. Игнать Тихонович, продолжается эпопея с Алексеем Навальным, он уже умер, и вот похороны были, и много-множество, большие толпы народа скандировали разные лозунги. Некоторые уже его готовы на божничку поставить, там, нижего святых. Кто-то говорит, что придет, это вопрос только времени, чтобы его канонизировать. Ну и всякие удивительные вещи говорят народе. Как со стороны Священного Писания, Библии Святой, на это посмотреть? Ну, если все Писание люди знают, они знают, что в 13 главе Откровения написано, придет Антихрист, и по цифрами 666, и 2000 лет разгадывают. Но менять ничего нельзя. Нельзя сказать 667. И вот что это означает имя? Я показываю, прочитай. Первая книга Царств, 25 глава, 25 стих. Вот отсюда мы начнем говорить, как смотрит Писание. Первая книга Царств. Сейчас я открою. Так, первая книга Царств. 25 глава, 25 стих. 25 стих. Пусть господин мой не обращает внимания на этого злого человека, на Навала, ибо каково имя его, таков и он. Навал имя его, и безумие его с ним. А я, раба твоя, не видел ослуг господина моего, которых ты присылал. Вот так. Фамилия-то полностью вся здесь. Вот сколько фамилий есть там, а фамилия эта отображена только одна. Навал. И что означает в переводе на русский язык «безумный»? Это наследники того, что тогда было. Ну там, а в идее добрая жена была, она сумела поправить. Но это редкий случай, чтобы женщина ничего была доброй. А тем более, если это. Тут я выставлял материалы. Владимир Больфович говорит о нем с трибуны съезда. Притом неоднократно. Какую он готовил здесь кровавую баню? У него ничего нету. Говорит, он не работал нигде. А какие на него средства травил зарубежные? Там везде выступают. И зачем? Это их человек. Он баллотировался на мэра Москвы, на президента. Он совершенно чужой человек. И он показывает. Даже вот этот. Есть такой. Выходит здесь. Скотт Риттер. Слышал его? Ну да, есть такой. Вот так. Он как раз об этом и говорит. Это не хороший человек. Нехороший. А то, что они канонизируют, то другое означает, что люди эти совершенно обезумевшие. В Латвии икона. Стоит Гитлер с Библией в руках канонизированный. Адольф Павлоизович Гитлер канонизирован. У русских Сталин. Стоит между Александром Невским. Какие есть там Ушаковым. И тоже Библия в руках у него. И все. Тоже канонизировано. Ну, тут другие размеры. Поменьше пока еще. Потому что не отошел. И вот они говорят теперь, что как они... Когда выступал, говорил Жириновский-то, что когда он приходит сюда, что он отравленный был? Отравленный, значит, от этого не лечат. От него или промывают его, или что. Обман. Зачем он обратно приехал? Потому что вложили в него громадное средство. Он заканчивал там учреждение. Его задача разрушить здесь. Поднять людей против президента. Но! Жириновский говорил. Вы давайте ему не два года, а двадцать лет. Ему дали девятнадцать. Но это то же самое. И дальше. Не здесь его держать, а за Северный полюс туда его послать. Вот туда и отправили. Это что, случайно? И теперь он в ШИЗО провел, говорили, двести пятьдесят дней. А сейчас, говорят, уже триста там с чем-то. Бывает, данные не сходятся. Но ШИЗО – это штрафной изолятор. Чтобы туда попасть, это надо неподчинение властям. Его никто не бил, ничего. Ну, и там тебе раз в день будут давать есть, ты ослабеешь. Я там не был. Почему? Я старался выполнять все требования, правила. И я видел, которые попадали туда по дерзости. Говорить на эту систему пенциарную, то что они не правы. Оснований какого нет? Нет. Он прямо призывал свергнуть власть. Прямо его, где он называет, там какая-то коррупция, кого-то все выдуманное было. А у самого как раз и судили-то по статье какой. Коррупция. Этот хомут ему и надели. Самое здесь опасное в том, что люди этого не понимают. Пока. Готовы действительно, они канонизируют его. Ну, раз сатана канонизирует своих. Это дьявол только может делать. А было, знаете, сколько людей? Я почти все ролики про нем просмотрел. Это было примерно, говорит, 10 тысяч. 10 тысяч для Москвы, в которой 13 миллионов. Это означает, на тысячу человек один приходил. И то неполный. На один. С тысячи один. Ну, много это или мало? Вот. Это статистика, о которой они говорят. А тут уже показывали, что заголовки. На крышах снайперы. Так, сколько там было ОМОН. Ну, и разные спецназ, люди. Но прошло благополучно. Отпевать. Как отпевать? Его нигде не принимали, ни катопалка не давали, ничего. Хоть на руках тащи. Они везде обзвонили. Кладбище нигде не принимали. Так эта власть дала указания. Вопреки власти, что разве не делают? Это Борисовское где-то на краю там сделали. Ну, при самом ходе и дальше. Он уже на том свете. И уже молятся прямо. Ты там, в верхах. Ты там. То есть люди совершенно безумные. Им разницы нет. Телевизор смотреть или здесь. Вот они стояли, кричали. Цветки, траву эту бросали. Ну, и что изменилось? У них нечем заниматься. Студенты предупредили. Если они пойдут, будут исключенные. Это понятно. Власть за этим смотрит. Ну, и со стороны власти не было там ничего. Были, которые там не хоронили, а мутили. Там человек сорок взяли. По разным местам. А у нас тут и в Барнауле ничего не слышно и нигде нет. Меня интересует вопрос с божественной стороны. Вот власти как сейчас делают. Я посмотрел это. Раз все смотрю ролики. Тем более, чтобы с ним-то это было у номер. Перед выборами, которые будут вот с 13 марта. Рядом совсем. Это совершенно невыгодно. А если когда начинаешь глубже соображать, ты понимаешь, уже дело не человеческий круг, а божественное. Которых 4 человека претендуют на это. От ЛДПР, там от Зюганова. Ну, там показано все это. Вот мы здесь находимся. И нам бумажки такие раскидывают по этим. Вот, кандидаты на должность. Я не знаю, видно тебе будет или нет. Вот оно. Ну, может, не видно, я не знаю. Кто они такие? Вот здесь Слуцкий. Оказалось, что у меня фотография висит. Я рядом с ним. Слуцкий. От ЛДПР. Вот она, как бумажка-то называется. Видно, нет? Да, да, кандидаты. Вот, вот, кандидаты. Ну, тут вторая бумажка, чтобы люди шли, там, голосовали. Я никогда не голосую. Но молиться, молимся об этом. Вот, я показываю, как. И что? Дело в том, что фамилия его занесена на странице Библии. Это корень. Что означает безумный? То есть его фамилия по-русски безумна. И вот он, наконец, приходит. Спустя три тысячи почти лет. И начинает на одну из самых крупнейших держав. Православная, тем более, числится. Поднять мятеж и убрать. А других, даже правителей мира, правителей мира, и то где-то не сказано. Тут открыто сказано. Вот она, жена его, Овигия, она оказалась добычей. И он его парализовал, этого навала. Там 10 дней он только пожил, когда она сказала, что, как он оскорбил. Давыда. Здесь точно так все идет. Так что оскорбляют, они поносят. Какими словами только Путина не хлещутся. А там все сходится. И у него такой же самый паралич. После прогулки его нету. То есть, в биографии, господин к одному. Ну, у того жена Овигия была добрая, а эта там сейчас бунтует. Но боится ехать сюда. Ее подберут к рукам. Юлия, кажется, звать ее. А что? Да ничего. Нигде ни в одно место нету, чтобы он перекрестился. Нигде. Путин хоть часто, бывает, свечки ставит, там перекрестит. Мы видим, там, с патриархом их здесь сидит и разговаривает. У этого ничего не было божественного. И сегодня что они там мутят? Ну, бесовщина. Это называется чертовщина. Сколько их там, этих людей? Ну, что они побыли, ушли, легли спать. Дальше ничего нету. Ходить каждый день на кладбище? Ну, понимаете, ничего там больше нету. Если начнет что-то он там делать? Там под наблюдением, везде выставили, показано там. Сверху смотрят на столбах. Это живо ставится на место. А что нужно делать конкретно? Ничего Бог услышал в нашей молитве. Мы каждый день молились о смутьянах, о бунтовщиках. Укроти их, Господи, чтобы жизнь проводить тихую и безмятежную. Поминали Алексея всегда и Илья Яшин. Он сейчас сидит. Такой показывал, какой он здоровый, крепкий. Оказалось, он с собой пивной ящик, что ли, носит. И всегда... У него метр шестьдесят девять. А он на него становится и большой. Ну, детская игра. Ну, и когда он стоял, да я никого не боюсь, ты те же самые слова говорил. И на Рамзана Ахматовича Кадырева говорил, выходи, вызываю тебя на дуэль. Ой-ой-ой. Ну, его забрали. Начал там что-то маленько, ему добавили. Он где-то еще раз пикнул, добавили. А началось это с нескольких суток. Сейчас уже девять лет ему. А девять лет многое изменится. Он сидит сейчас. От одного мы молили, Господи, смутьянов этих убери. Нам хоть жизнь тихую, безмятежную проводить надо. Бог услышал? Мы молились об этом. Сегодня мы поминаем пока одного. А его и нету нигде, звука нету. Вот что я хотел сказать по слову Божию. А про того сказано я, что ни слова, нигде, ни звука. А про Жириновского нигде нет ни про кого. А про Навала есть. Ты веришь, не веришь, но это корень. Мороз. Допустим, Мороз было бы. Морозов, Морозовский, Морозинский. Это может быть, но корень остается то же самое. Направляющее слово «навал». Это говорил Владимир Больфович. И говорит, сколько он еще нам навалит здесь дерьма всякого. Вот оно и есть. Он ничего не делал. Он только булгачил людей и все затихло. А вот они там пришли, много. Ну, ему-то какая разница. Все закончено. Беспокоянные. Его хотели там зарыть и сделали бы. Но невыгодно. Потому что будут ехать много. Да много туда никто не поедет на север. У власти свои правила. А ну, может, что-то неправильное. Я не знаю тайны. Я знаю только то, что по результатам известно всем. Он умер. И говорят, а может быть, это не он. А может, это так подделали только. Он умер. Он умер. Потому что столбняк напал на навало. Когда утром жена, когда он протрезался, а у него там праздник был. Овечек стригли. Овечек стригут. А то это нефтебаза, по-сегодняшему сказать. Полностью прочитайте, когда 25 главу первой книги «Сарцы», увидите. И он гулял. А от Давыда пришли слуги и говорят, а ты же рядом пас. Везде разбойничают. А тут у него, считай, не один батальон. Только сразу он 400 человек выставлял, когда бегал от Саула. Давыд. А он говорит, да вас много тут бегает от царя. Не для вас готовили-то. И один из слух сказал, говорит, приходили тут люди от Давыда. Они нас охраняли. У нас ни одна овечка не пропала. А хозяин навал. Вот так сказал. А Давыд сразу сказал, по коням. К утру не оставлю моих мощащихся к стене. И когда жена узнала, она быстренько нагрузила там на ослоп, что там можно было. Хлеба, там, изюма, там всего. И навстречу. И встретилась. И она уговорила Давида не делать этого. Не делать. И вот когда она сказала мужу, его паралич хватил. Вот это сходится полностью. Это тоже впадает в это. И кончилось чем? Тем, чем и должно было кончиться. Это пока на своем месте там. Они вместе учились где. Она такая дерзкая. Я вот смотрю, она выступает. Какие она слова страшные говорит. Это жена его за рубежом. Ну, он-то такой себе согласен был. У них веры, но и молекулы не было. А тут надо, как у всех. Церковь. Как у всех. Они в это не верят. Не верят ни в прощения. Почему? Ну, а так все похоронили, как собаку, говорят. Так может, на большее мы недостойны. А священника нигде не принимали. А здесь церковь. Там всех. Ну, название такое. Утали моя печали, что ли. Погородичный. Где-то недалеко от дома. Там они отпевали. Ну, говорят, что там мало священник, всего минут 20. Как будто им охота стоять. Всех не пускали. По спидкам записывали, фотографировали. Власти напряглись. Ну, и правильно. Если кто-то имел желание смуту посеять, это бы не удалось. Машины стояли уже заготовленные. Ну, и люди вели себя так, более-менее прилично. Это Навальный, Навальный. То есть они подтверждали, что это его фамилия. Безумный, безумный. По-русски перевести-то. Они прямо скандировали это. Я смотрел на это. И ничего нельзя сделать. Ну, человек в рабу лежит. О чем можно говорить? Прости, Господи. Мы все грешники. Прости, если можно. Ни одного слова нету. И вот идут, там разговаривают. Дальше на кладбище пришли, там землю кидают. Ничего божественного ни в похоронах не было. Ну, много было. Десять тысяч. По тысяче. С тысячи один. По Москве. А остальное-то. И сейчас какие-то заботы. Это все сотрется. Ничего нету. Я могу сказать. Услышаны молитвы. На одного смытья наменьше стало. Мятежники. Они прокляты у Бога. Ни один в рай не войдет. Почему? Чтобы молили за царей начальствующих. Не поносили, а молились. Дабы проводить жизнь тихую и безмятежную. Это главное отношение власти с народом. А он только злословил и злословил. Вот что я могу ответить согласно Слову Божию. И те, когда поднимались, мы считаем в Библии на Давида. Мы видим, что ни два, ни три человека погибало. Ангел вышел один раз, махнул. И 185 тысяч трупов. Много или мало? Один раз. Пришел ангел и как расправился. У Давида были какие ошибки. Но тут же сознавался, и Господь вывел его. Псалтырь осталась. Царь, пророк. Пророчества исполнились. Царство от нее уже ушло. А псалтырь осталась. Псалмопевец. У этого ничего не было. И поэтому ему что считать, что говорить? Говорят, да на похоронах можно сказать. Там не говорить. Люди пришли прощаться. У них другая забота. Поскорее сесть за стол, лапши наесть и засыта. Вот что я вижу из Слова Божия. Он пришел по откровению Божию. Бог нас предупреждал, а мы не знали. А можно ли... Это эхо какое-то. Можно ли параллель провести? Вот такой тоже медежник. Варава. Да, варава был. Казнили, ничего нет. Ушел. У мятежника ведь был, да? Да, конечно. Для римской власти он мятежник и вор. А для народа, который он пытался освободить от иностранного вмешательства-то, это был свояк. Зелоты назывались. Сикарии. Убийцы из-за угла. Вот так. А спроси. Его, говорит, он знал, что тут будет. Зачем он залез, когда его уже в Германии там держали? И где он был? Я даже не знал, сколько он времени был. А Жириновский говорит, он там сколько был времени-то? Где он данные показал? Чем он занимался? Где в больнице лежал? Ничего нету. А встречают как министра. Почему? Это их ставленник. Что он ставленник, это они не отрицают. Оттуда идет. Любыми путями смерть правителя. И гражданскую войну устроить здесь. И мы благодарить должны Бога, что Бог сделал так. Что навал окостенел. И все на этом закончилось. О нем не молиться нельзя ничего, а только благодарить Бога. Что это проклятое наваждение минуло мимо. Как они сейчас злословят везде президента российского Владимира. Мы должны усилить о нем молитву, чтобы Бог его сохранил. Как бы то ни было, мы живем с голоду, говорится, не умираем. Мы на большее это и не достойны. Да, мало платят, да, это все так и есть. Но ты-то дать вообще ничего не можешь. Вот так. Благодарю, Игнать Тихонович. Ну, что тут сказать? Что навал звать его, не будете отрицать? Нет. Нигде больше нету. А Господь показывает, как меняется. Странник был. Странник ходил, Абрам. А буква появилась. Отец множество. Так и этот. А здесь ничего не меняется. Навал. Навал. И она дважды повторяет, он безумный, как имя ему. Она с ним жила и знала, что он безумный. А Вигея? Он безумный. Фамилия у Безумного должна была быть. В переводе на русский язык. От Калиникова что такое? Калина, дерево растет такое. Калина красная. Фильмы ставят. Что такое Лапкин? В уменьшительном видее лапа и слабка. Лапка небольшая. А здесь Навал. И главное, никто не видит и не знает и не понимает. Он Библию в руках не держит. Я показываю. Ты прочитай всю историю там в первом. И увидишь. Сколько раз в свое имя поминается. Ну а почему? Почему все-таки народ симпатизирует ему там герои и все остальное и прочее? Что? Почему так? Телевизор? Еще? Они с ним не жили. Они не знают, что будет. Люди неверующие. Им лишь бы смута была. Это люди, вводимые духом зла. И поэтому от них спрашивать нечего. Это все правильно. Они кричат «Ура!» Слава КПСС! Хайл Гитлер! Почему они его поддерживают? Везде это было. Это всегда так было. И в Италии также своего вождя приветствовали. И все сгинуло в истории, как будто никогда не было. И тоже канонизируют всех. Почему? Безумие. Навалы все. Навалило их нам куча целая. Я Бога благодарю. Мы каждый день утром молились. Смягчи сердца мятежников. Его имя стояло в первом месте. Он говорит, первый, который против. Оппозиционер. Самый большой. Нету. Благодарение Богу. Что Бог услышал нашу молитву. Убрал его с пути. Я не просил ему смерти. Ничего. Только утиши его. Утиши. И каждый день мы поминали. Алексея и Илью. Вот и все. Ну то есть путь мятежа и вера во Христа. Это абсолютно несовместимые вещи. Правильно я понимаю? Да, конечно несовместимые. Господь говорит, молитесь за старее начальствующих. Чтобы проводить жизнь. Тихую и безмятежную. Тихую и безмятежную. И мы молимся. Ежедневно. Церковь за старее. Говорят, и воинство его там. Церковь. Возвозно сидят такие. И мы молимся. А за воинство не говорим это слово. Но мы поминаем правителей. Я правитель. Зеленского. И Байдена. Всех поминаем. За турецкого. Всех правителей мира. Господи. Умягчи сердца. Потому что. При мудреце Соломона. Говорится. На суде Божьем. С начальствующих. Будет строгое взыскание. А раз будет строгое. Значит им надо вовремя это. Делать. У одного. Интересно. Такого. Был визирь. Это по старому. Как какой-то министр. И он на прогулку ночью выехал. Слышит. И никому не нужны отребья. Ну прокричали. Он там вот. Все время хватался за это. Говорил. И что? Нет ничего. Прошел тень. Мы ищем и не находим. Как будто никогда не были. Сколько было врагов у Давыда? Где они? Сгинули. Где Саул? Вместе с сыном и напаном был убит в один день. А Давыд и тогда скорбел о них. Так друзья были. А тут-то никого друзей нету. А людям лишь бы только куда-то пойти. Идут на футбольные матчи. Играют шайбу, гоняют на льду. Им разницы нет куда идти. И вот эти смуты с его стороны. Теперь они должны за границей какого-то выучить. И чтобы было с семьей ладно. И она была за него. Ну тут все условия они выполнили. А у него ничего нету. И за него молитвы не было. Только останови безумие их. Я даже не знал вначале, что это будет безумно. А потом стал смотреть в Библию. Так про него сказано. На бал-то. Безумный. Жена знала. Она дважды сказала Давыду. Он безумный. Не обращай на него внимания. Ты рад будешь, что не приложил ему руки. Так и власть. А вот власть что-то ему делала. Путин убийца. Доказательств никаких и нет. Он убийца. Лез туда. Я сейчас выйду на площадь. На Престалине. Ходили с митингами против? Нет. Ну по порядку возьми. Когда ходили? Брежнева? Пытались столкнуть Хрущева? Нет. А почему? Люди исчезают. Я сколько раз перечислял. Кто восставали на Владимира Владимировича Путина, они исчезают. Немцов был. Против. Начал говорить. Зачем он говорил? Тут же прям близ Кремля его расстреляли на мосту. Так? Новодворское. При каждом правителе сидело. И тут Сатана дернул что-то про него говорить. Маленький где-то попырщик у нас. Пупырек на ноге. Взяли в больницу. А тут уже поехала кремацию печь. Ее жаба звали. Возьми Илюхин. Кто такой? Очень близкий. Зюганову. И они начали готовить процесс суда над Путиным. Человек прошел у него здоровое, крепкое здоровье. Дня не проработал на этой должности. Умер. Я за всем наблюдаю. Рохлин полез куда генерал. Жена расстреляла там кто? Умер. И сколько было там таких? Левашов там другие, которые восставали там. Жизненная какая-то энергия космическая поразила. Генерал. Константинов, кажется, Петров. Константин. Тоже внезапно умер. Все, которые я перечисляю, которых хорошо знал, смотрел. Все до одного исчезли. Почему? Мне не решать это. Я знаю, было, не было. Этот дальше всех плыл. Ему только одно бы. Просить прощения и никуда не лезьте. Но он дальше пер и пер. Казалось, что вот-вот при дверях. И на сегодняшние дни, вот, его могли даже проталкивать в заключение, но тоже как бы конкуренция какая была. А его нету. Так что со стороны властей тоже безошибочно все произошло. Ну, столько дней быть в ШИЗО, это, значит, на каждом шагу. А я понимаю, на чем его ловили. Вот, когда подходят, а ты в камере. Так, фамилию назвали тебе, окошечком, которые чашки дают есть. Тебе там накинули руки. Теперь открывают. А, он должен сразу начать говорить. Статья такая-то, сижу столько-то, там-то, то-то. А он не говорил. Его, значит, вызывают. Статья какая? Он не говорит. Статья неправильная. Суд разбирается. Здесь ты должен отвечать по инструкции, которая у них. Он не отвечает. Вот, видимо, думал так. Если произнесу, то скажу, что справедливо осужден. А я не справедливо осужден. Я с его стороны рассматриваю. Я прошел эти трубы. Я имею право говорить об этих местах. Ну, на меня обвинения какие были. Вы сотрудники КГБ, там, все только на меня не плетут. Никак. Но у меня не было этого. И даже, когда у меня уже пришло решение, это было 15 марта 1987 году, решение Президиума Верховного Совета СССР освободить всех больных заключенных. Нас было 210 человек на всю страну. Я никогда не знал, какая дисциплина. Я никак. К двум часам, чтобы был на свободе. А я на работе. Там база. А где спят люди и где база, переходить надо лестница, забор, и там лестница идет. А потом лестницу убрали, там все. Прибежал дежурный. Меня за руку. Бегом без за мной. И куда? Не разговаривай, бегом. А бригадир русский, куда, лапкин, бежишь? Не разговаривай. Так прибежали. Что у тебя есть? Ну что у меня? Все здесь есть. Что нужно? Раздавай, остановись с собой и скорее на проходную. Зачем? Тебя освобождают. Ну так у нас два часа, ты должен на той стороне быть. Осталось 20 минут. Не разговаривай. Понимаете? За каждую секунду борются. Я говорю, мне надо к Бахаеву, к начальнику лагеря, сказать ему. Я пойду в центральный комитет партии, расскажу, что здесь делается, убивает людей. Красная зона, все повязанные. Это вы оттуда, как уже человек со свободы, зайдете через пять минут. Но сейчас вы должны там быть, чтобы мы ответили, что в два часа он был уже на свободе. Вот дисциплинка. Ну и так и получилось. Да мало того, меня не травили ничего. Но у меня от простуды, там от всего бронхи были, затемненные. Легкие не тронуло. Я в таком диспансере, там как бы из диспансера, ну, место такое огороженное, отдельное. И вот оттуда вышел, дома от начала лечения. Я в церковь не хожу, потому что бороды нету, обезображен. Ко мне на дом священники приезжали. И дали сопроводительного. Капитан Словак Владимир Васильевич. Чтобы он меня довез до дома и передал в руки родителям. О как! Я говорю, Владимир Васильевич, я его знаю, он помогал мне там. Не надо, я сам уеду. Уже решение принято. Чтобы с вами чего не случилось. Чтобы нам не сказали, что мы с вами что-то сделали. Вот как было. А я такой же был. И у меня, если срок один заканчивается, второй навешивается, третий, свода не было. Но я сказал сразу. Требуется, чтобы сказать, что архипелаг ГУЛАГ, я больше распространять не буду. А я скажу, буду. Ну, как я буду, когда я сижу? Я пишу, не буду. Зачем? А вот пройдет всего немного времени. Я его заново начитаю, распространю, и везде архипелаг ГУЛАГ моим голосом начитанный сейчас есть. То есть от меня требовалось это. Не требовалось отречения от Бога, ничего нету. Все. А он нигде, ни шагу никак. Я справедливо поступаю. Ну и все, сиди. Второй раз опять комиссия. И теперь уже судят. Не политическая статья, а там он боролся против коррупции. Все это ложно было, как Жириновский говорит. А сам там совровал сколько миллионов. Ему это все прилепили. Я говорю о Навале. И все кончилось. С коррупцией боролся, ему коррупционную статью и навешали. А у меня ничего нигде не было. Но интересно, я потом узнал. У меня какой-то знак был поставленный на моем деле. А я по санкции МГБ арестован, Московское КГБ. Это серьезная организация. И местная на вытяжку. Поэтому очень осторожно со мной обращались. Пальцем не прикасались. Когда других избивали и убивали. Это от Бога. И я благодарен его властям и органам всем. Да мало того, когда я первый раз сидел, за мной приехал подполковник КГБ Никулин Юрий Михайлович. И увез меня на своей машине, а сам приехал при орденах весь домой. Я говорит, вашей матери обещался, что из тюрьмы вас вытащу. Вещь неслыханная. А Баптисты, значит мы на них там работали. Работали там, ну разно. Но работал, значит, до Казанькиса, как я работал. Я спрашивал недавно, ну года два назад, какая моя кличка была. Он говорит, в разработке, когда у нас были, клички не было. Просто по своей фамилии проходили. И представь, подполковник приезжает, меня домой везет. Вместе со следователем приехали. Это вообще невиданное, неслыханное. А статья-то политическая. Какая статья? 190 прим. УК РСПСР. Распространение заведомо ложных измышлений, порочащих общественные государства и строй страны. А я не порочил. Я знал, что это есть. Вот так написано, когда спрашивали, я отвечал. А он не хотел отвечать. Я его, не написано, но говорит, за это не отвечал. Я знаю, что он не отвечал. У него не хватало темы. Если бы он вышел на свободу, сказал бы, меня заставляли, я сказал. Поэтому, что с меня спрашивать? Вопрошала, говорит. Пытка вопрошала, говорит, а боль отвечала. Один так сказал. Пытка. Меня пытали, а моя боль отвечала. Вот такие короткие слова. У меня этого не было. Меня Бог хранил. Я расскажу такие истории. Особенно, когда на этапе тебя везут с одного этапа на другой. И где-то заводят. Короткое время ждут, когда туда пойдут вагоны, тебя заново перегружают. Ну, перед этим вышел там какой-то капитан, допустим. Какие жалобы? Какие жалобы? Все трясутся. Скорее бы только в поезды уехать отсюда. Жалобы какие? Нету. Нет жалоб? Я говорю, жалоба. До того удивился. А подвыпившийся стоит. Жалоба? А кто-то ему там мое дело, видимо, сунул. А там какой-то знак стоял. А я не видел, но знаю, что так бы он никак. Он сразу... Так, а в чем жалоба? Я говорю, у меня взяли ручку, а мне писать нечем. Ну-ка, выходи. Он завел, а у него на столе ручки кучи лежат. У меня сумка пустая. Вот так, а хапку мне полную сумку этих ручек тяпнуло. Жалоб нету, нету. Ну, давай, с Богом. Все. А тут на меня недавно только была жалоба разобраться со мной. Прямо недавно. Мое отношение к Украине. Кто-то там натяпал. Звать его Алексей. Подбязался. Самохин подписался. Ну и наворочено там, что попало. А вот я был в психиатрии. Был. И ничего не... Значит, лежал. Не лежал. А как? Серьезная статья политическая. Разбиралась всегда в психиатрии. Лечить его или отправить в тюрьму. Это специально. Это... Там не для лечения, а для проверки. Ну и вот меня долго держали, не проверяли. Там обычно несколько дней. Назад, назад. Люди все силы прилагают, чтобы признали невменяемым. Тогда его судить не будут. А где-то там в Ташкенте или где пивные ящики будешь делать. Ну и выйдешь на свободу. А статья-то была огромная. За изнасилование и убийство одновременно. И поэтому там трепетали. А мне сестры готовились дать. Я говорю, мне не надо это. Мне надо выйти в суд. Так они меня провожали два полных мешка по 50 килограмм. Набрали там. Все только не было. Они говорят, мы на пенсию никого так не отправляли. А меня ждали из Москвы свое светило. И наконец приехал. Мазур Моисей Ааронович. Кто он такой? Какой национальности? Не знаю. И он меня там пытал. Приехал, чтобы проверить. Ну, а характеристику мне написали. Она хорошая, я могу ее выстоять в любом месте. Так, а вы голоса слышите? Я говорю, слышу. А какие? Я говорю, да матерятся за дверью. У меня слух хороший был. Да не про это я. А вы Зою Космодемянскую знаете? Знаю. А Варвару Великомученицу узнает. Да подвиг какой больше был? Я говорю, у Зои Космодемянской. Как так? Так она же, да кто-то и она, она неверующая. Она умирает и навсегда. А у Варвары отрезали грудь и прочее. Она сегодня там все получила. Вот Сикстинская Мадонна. И тут женщина. Это Варвара Великомученица. Так Варвара-то Великомученица знает. Через одну секунду она будет другая там. Когда все члены будут на ней. О, как! Ну, и характеристику-то оттуда написал он. Ну, и сестры там подсказали. Что я ходил по другим палатам. Смело говорил преступникам. Призывал их к покаянию и прочее. Все это написано. У меня документ на руках. Если ты не читал, для слова Божия нету. Я могу тебе сбросить. Такую характеристику за миллионы не купишь. Почему? Ну, один раз я там промахнулся. Но бог миловал. Показывали фильм. И осуждает китайцев. А я сидел, смотрел телевизор. Да я говорю, бряхнул. Что осуждаете, когда это потихоньку сказал. Когда научились у советских. Они же отсюда приняли. Сестра пошла писать, забыла. Вышла. Что вы там сказали? Я говорю, а прошло час говорили. Я не стал разговаривать. И мимо пронесло. Да, я знаю, у меня ненормальности есть. Какие? Я каждый день гимнастикой занимаюсь. В прошлом году на меня шесть болезней сразу кинулись. Две из них, которые с летальным исходом. И почти все ушло. Я каждый день гимнастикой занимаюсь. Святой водой протираю. Колени там не гнутся. Это как так? Я не могу понять, что мне 85-й год. Я сегодня лежу, гимнастику делаю. Ну, никак не могу в свой возраст войти. Я со студентами все время делал. Начальник детского лагеря, 45 лет. Я там застрял. Я как будто бы мне, ну, лет 30, самое больше, 35. Полвека отбрасываю. Я не думаю об этом. И хожу, и как я выгляжу. Все, ой, как вы сохранились? Я говорю, у меня сохранила советская власть по тюрьмам. Ну, на самом деле, я встану, смотри, метр 69. 64 килограмма. До самого последнего, где можно, там и работаю. Он в Володе все делает-то. Ну, если у меня возможность есть какая, я пытаюсь вид показать, что... Он говорит, ну, все делает. Вот Бог же так и делает. Вчера, я говорю, еврей на меня один тут вышел. Или позавчера. Я ему сразу сказал, 35 килограммов лишнего веса. А он все у меня, что обрезаться надо, то другое. Я говорю, кончилось обрезание. Крещение пришло. Вставай. А у него борода вот такая вот, а не тронутая. Не как у мусульман там усыблеют. Ну, интересно. Я живу очень интересно, такой насыщенной жизнью. И вот сейчас я там материалы выставил. Сегодня, посмотри, во свете Библии. Имена нужно выявить. Все, кто помогал, мои проповеди выводили в Word. Если помогал, то ты должен там быть. А потом в шестом томе будете пропечатаны. Так. На выборы я не хожу, повторяю. И поэтому с меня спроса никакого нет. Я молюсь за старей начальствующих. Повторяю. Геннадий Тихонович, а вот скажите, вот как бы нравственное, моральное состояние народа, ну, прежде всего, и та власть, которая над ним поставлена, оно как-то, ну, есть какая-то взаимосвязь? Никак. По нашим делам есть. Это Фока был такой правитель, а Мартини, кажется, он царствовал. А этот полковник был. И он сумел мятеж поднять, и этого Мартини арестовал. У него жена, дочери, 5, 10 тысяч, он всех казнил. Ну, как Ленин. Расстрелял царское семейство. И в стране такой террор установил. А его люди желали. Теперь ахнули, да поздно. И один в пустыне, день и ночь, молится, Господи, да за что ты дал такого правителя, да как? И вдруг Бог заговорил. Я долго искал, хуже его, но не нашел по делам народа. И ты впредь не искушай проведение Божие. Вот как. Это Карташов пишет. Страница, книги, все. Да, связано. Связано. Мы будем поступать правильно, и правитель будет такой. А раз вы такие злодеи, вам такого и дает. По нашим делам, это хорошие правители даже. А вот этот вилл в Библии, и вот этот вилл, который был в 20 веке в России, это же тоже какая-то связь есть, нет? Да, конечно. Это у Иеремии, там 41-44 главы у пророка говорится. Вавилон, ва-вилл. Это кто? В. Владимир и Ильич. У него было 70 разных историй, и другие названия. А на эл остановился. Вилл. Все. И Вавилон. А Вавилон, это все тогда поминали, понимали, что это Рим. И вдруг Рим переносит царь в другое место, Константин, Стамбул, где сейчас, Константинополь. Второй Рим названный. Москва в этот же день подхватила, когда этот Рим пал, второй. Мы третий Рим. Эпифаний, кажется, он как раз и говорит, четвертому не быти. И в Москве выпускается газета «Третий Рим». То есть претендовать на это звание никто, только Москва. Москва добровольно взяла на себя. И «Третий Рим» закончен тем, что эти два. Вот как написано. Надо смотреть внимательно. А что Вавилон, где говорится «Пал, Пал, Вавилон» блудился, что это Рим, ну это святые отцы. Андрей Кесарий, Кападокийский архиепископ, говорит там Епреем, Сирин, другие, которые толковали. И все. И мы не можем говорить против. Это 17-18 главы апокалипсиса, они как раз говорят о «Третьем Риме». Это наша участь. Игнат Тихонович, ну это особая тема, конечно. Вы, у вас, наверное, не было возможности поработать. И вот сейчас есть такой чат GPT на базе искусственного интеллекта, так называемого. Не верю. Не верю. Я знаю. Смотрю за этим. Смотрю внимательно где. Обман. Я в этом ничего не вижу, кроме обмана. Человеческий организм полностью до молекулы через каждые 7 лет обновляется. Это понятно? И вот я в армии 50, 60 лет назад, 60 лет, считаю в газете. И там Елизавета Стюарт, стихотворение написанное. Я его прочитал, ну Бог дал мне память, я его запомнил, и я 60 лет не вспоминал. А мой организм в это время сколько раз обновился. Ее теперь коснулось говорить, я процитировал стихотворение, как будто сегодня утром прочитал. Где это хранилось? Значит, есть душа. Душа. Вот так. Года, говорит, не к лету к осени поплыли. Крепись, подрись, но хочешь, лишь не хочешь, они виски уже посеребрили. Но все равно я завтра, завтра рано встану и потружусь до кончания дня. И солнце, уходящее на запад, я за узду поймаю, поймаю как коня. Мне это стихотворение понравилось. И оно у меня где-то было там. Я часто себя встречал недавно одного человека. Даже о нем никогда не встречал. Да, бригадир, у которого я работал. Молодой, коммунист. И он меня буквально охранял везде. Один раз чуть не поколотил меня. После операции я с машины спрыгнул, он как налетел на меня, что ты делаешь? Шов разойдется. Меня берег везде. Коммунист. Вот. Я мне это все запомнил, если фамилию только не совсем точно. Я могу открыть и для слова Божия нету, смогу найти его. Вот так. А где оно хранилось? А я только вчера это вспомнил, разговор зашел. Так что по сеньке и шапка, как пословице говорится. Дал бы хуже, Господь говорит, пробитие, но не нашлось. Ну ладно, Владимир, поклон. Владимир, ну-ка, подойди. Виталий, подними голову повыше-то. Повыше. Вот так, что видно было. Привет, дядя Вова. Спасибо. Фудорство есть? Ну, да, пока фудорство. А ты что-то где-то говорят, вот у нас ездят такими красными ящиками, инвалидом, пищи отвозят. А я там пару раз ошибся, меня уволили, Игнать Тихонич. Надо принимать вакцинацию, да? Нет, он пару раз ошибся, говорит. Ошибся? Да, я дом перепутал, да, ну там, короче. Никак. Я ошибся, меня уволили. Нет, эти ребята, я их часто останавливаю, иногда, когда едут, кое-что спросить, там заработки хорошие у них. И они все время на велосипеде написано, за каждые 15 минут мы исполняем просьбу. И чтобы они забыли, где-то, видимо, ни одного случая нет. Я говорю, велосипеды, а то у них, говорю, дают они такой. И вот эти коробки, тут много, их туда-сюда снуют. Это вот забота власти удивительная. Я вам скажу так, это инфраструктуру делают для 15-минутного города, есть такая концепция, 15-минутного города. Это будут районы в пределах 15 минут в каждом городе, и за эту территорию будет, ну, по пропускам буквально можно будет только выходить. Это такая забота о двух концах, Игнат Тихонович. Нет, я говорю про тех, кто ездит. Мне зачем там? И может быть, разных они районов или где, но здесь они едут быстро, молодые люди, и когда бывает, где-то свернуть некуда, я успеваю кое-что спросить. Я о них молился и благословлял. Вы большую работу делаете? Ну, я если бы был даже один, я кажется, не знаю, ну, деваться некуда. А так, что они там привезут, откуда? Нет, это да, это бывало, что инвалидам привозишь и так далее. Действительно, кому нужно. Ну, а бывает так, что амбал здоровый, пузо здоровое, все, на пятый этаж к нему поднялся, там, принес ему шоколадку какую-то, водичку он заказал, но это разве что. Вот такое, такие вот на митинге и были здесь у гроба, навала. Он говорит, нам еще многое навалят. Благодарю, брат. Спаси Христос, Игнатий. С Богом. Мы тебя каждый день вспоминаем молитвы. Ты сам слышишь. Спасибо, Христос. С Богом. Давайте. Отошел.